всем привет мы продолжаем ретро рубрику канала посвященную обзорам моделей снятых с производства и сегодня вам покажу на мой взгляд очень симпатичный автомобиль это mercedes-benz s-класса модификация 500 se и данная масштабная копия продается в коробочках whitebox если верить надписи на подиуме то модель выпущена ограниченным тиражом в 1008 экземпляров и у whitebox такой же mercedes предлагался в другом варианте окраски серебристый кузов с серыми бамперами и серой листвой тут почему-то автомобиль полностью окрасили в черный цвет и также такая модель выходила в рамках европейской журнальной серии mercedes-benz collection автомобиль был окрашен в золотистый цвет и особой разницы между журнальным вариантом и этим аналогом я не обнаружил единственное у журнальной модели не окрашен салон обычная черная плашка и модель в журнальном исполнении тоже поставляется в дисплей кейсе и у меня нету 126 mercedes-benz и журнальной серии но покажу вам вторую модель просто чтобы вы прикинули как выглядит упаковка у европейской журнальной серии и естественно эти модели поставляются с журналом и если говорить о серии mercedes-benz collection то эти модели в европе продавались за 18-20 евро модель от ixo продается за 30-35 машины от whitebox продаются за 20-25 конкретно данные mercedes одно время продавали за 22 с половиной евро и у ixo такой же mercedes был в бордовом цвете тоже особой разницы я не нашел единственное у ixo чуть лучше покраска и качество сборки и давайте распакуем коробочку посмотрим на этот автомобиль поближе и также я вам для сравнения приготовил еще один 126 mercedes от minichamps если сравнивать два автомобиля то я думаю стоит обе модели иметь в коллекции потому что у whitebox представлена короткобазная ранняя версия а у minichamps вариант рестайлинг с удлиненной колесной базой и кстати не так давно был перевыпуск старых моделей от minichamps в коробочках maxichamps и там предлагался серебристый белый вариант и также был автомобиль черного цвета но уже не стал покупать эти модели в коллекцию потому что был вариант от minichamps и кстати у minichamps был в свое время вариант такси и полиция тоже довольно интересные но эти модели редко встречаются в продаже и коробочка по своему дизайну мне чем-то напоминает продукцию minichamps она двухцветная белый черный также есть наклейка с артикулом по которому можно найти модель в интернете указан прототип mercedes-benz 500 se кузов w126 цвет черный производитель whitebox масштаб 1 к 43 и у этой модели есть пару моментов которые мне не очень понятны если посмотреть на то как окрашены задние фонари то сразу задаешься вопросом почему они полностью красные конечно в то время было модно окрашивать светотехнику черным красным лаком но я думаю на таких mercedes владельцы не занимались подобными вещами и кстати если сравнить этот mercedes с аналогом в серебристом цвете от того же whitebox у него обозначены сектора поворотников и огни заднего хода видимо или решили сэкономить или просто кому-то взвело голову окрасить фонари полностью в красный цвет но понравилось то что установлены регистрационные знаки хотя они сделаны тоже довольно примитивно по нынешним меркам обычная декаль наклеена на пластиковую подложку и довольно хорошо смотрятся шильдики на крышке багажника отчетливо видна надпись 500 se и также трехлучевая звезда значок mercedes антенка тут тоже вроде бы присутствует но почему-то она в сложенном виде только черенок и подобные антенны выпускает и производитель minichamps интересно то что на ранних моделях от minichamps сделали тоненькую струнку а потом решили наподобие whitebox делать упрощение но эта деталь в хроме также если присмотреться то салон полностью серого цвета панель приборов выделена более темным цветом также на торпеду присутствуют различные датчики это небольшая декаль и на рулевом колесе наклеили значок mercedes но один момент который тоже не очень понравился это отсутствие декоративных деревянных вставок можно было нарисовать их коричневой краской это визитная карточка всех старых mercedes а тут получается просто обычная дверная карта также если вы посмотрите на зеркала заднего вида тут стеклышки обозначены самоклеющейся фольгой смотрятся вполне реалистично дверные ручки отлиты единым целым с корпусом автомобиля но за эту цену ожидать лучшего не стоит также вполне хорошо сделаны стеклоочистители правда у настоящего автомобиля они спрятаны под капотом тут почему-то они торчат присутствует салонное зеркало заднего вида и в целом довольно хорошо изготовлена светотехника отсутствуют пресловутые черные точки на фарах присутствуют рефлекторы хорошо смотрятся поворотники а вот облицовку радиатора можно было сделать и более изящно например зачернить небольшую сеточку тут она полностью в хроме и конечно значок сделан из пластика эту деталь можно было изготовить из фототравления хотя пластик довольно тонкий и выглядит вполне симпатично еще раз можно посмотреть на регистрационный знак и у этой модели вполне хорошие колесные диски присутствуют сквозные отверстия вполне нормальные покрышки и как раз можно посмотреть на то как сделана выхлопная труба тоже зачернили отверстие и давайте открутим эту модель от подставки посмотрим как у нее сделана ходовая часть подставка тут точно такая же как на продукции xo на некоторых журнальных моделях ничего нового вы не увидите также есть такой элемент который фиксирует модель и днище сделано очень примитивно схематически изображен глушитель что-то непонятное вместо задней балки также непонятная ниша под запасное колесо больше похоже на какой-то мангал и два крепежных винта указан масштаб 1 к 43 и видимо это днище разрабатывалось под журнальную серию потому что тут даже не удосужились написать производителя whitebox или xo models и давайте для сравнения я вам покажу mercedes от minichems и эти машины повторюсь еще раз друг от друга отличаются у minichems представлен вариант рестайлинг и как раз вы наглядно можете видеть в чем отличие это дизайн листвы также переднего бампера и конечно у minichems удлиненная модификация и также на этом синем варианте серебристой краской обозначили окантовку вокруг окошек ну и конечно у minichems более хорошая проработка салона тут он окрашен в синий цвет выделены декоративные деревянные вставочки также лучше получилось изготовить решетку радиатора хотя светотехника мне больше понравилась на варианте whitebox несмотря на то что у minichems более дорогостоящие изделия и кстати если присмотреться немножко отличается высота фар и у minichems такое ощущение как будто морда чуть приплюснута у whitebox она немножко более правдоподобна опять же на мой взгляд и вот так выглядят задние части и опять же тут у whitebox лучше сделаны шильдики у minichems они просто нанесены методом там по печати у whitebox это детали из фотоотравления но опять же не стоит забывать что у minichems более ранняя модель и разница в возрасте здесь практически 10 лет и даже по нынешним меркам эти модели выглядят вполне конкурентоспособно и у minichems лучше проработано днище тут уже что-то более похожее на настоящую ходовую часть автомобиля также лучше сделана ниша под запасное колесо правда глушитель это одно целое вместе с плашкой днище хотя его выделили серебристой краской и пишите ваши комментарии понравился ли вам данный mercedes собираете ли вы продукцию whitebox возможно у вас есть также аналог который выходил в рамках журнальной серии тоже будет интересно узнать какие еще отличия есть между двумя масштабными копиями которые я упустил из виду если вам понравился данный видеоролик то не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал там тоже регулярно выкладываются видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока